Дети пришли после каникул. Соответственно, им нужно вспомнить все правила, которые необходимы им применить, если вдруг случится какая-то чрезвычайная ситуация, в том числе пожар. Сегодня у нас по этому поводу не только тренировка по эвакуации, у нас еще будет открытый урок, где мы тоже вспомним основные правила и действия. В начале все работники и обучающиеся школы прошли инструктаж по правилам противопожарной безопасности и правилам эвакуации здания, после чего в школе состоялась практическая учебная эвакуация, началом для которой послужил сигнал, полученный отключение автоматической пожарной сигнализации. По легенде организаторов учений, очаг возгорания находился в одном из классов второго этажа, где произошло короткое замыкание электропроводки. Создалась угроза распространения огня на учебные классы. Персоналом школы была организована эвакуация учащихся из здания. В ходе переклички выяснилось, что в здании никто не остался. Все эвакуировались за положенное нормативное время. В рамках проведения месячной безопасности у нас проводится в области и в городе Десногорске с 14 августа по 14 сентября. Сегодня мы провели пожарно-тактическое учение с эвакуацией детей, персонала школы номер 4. Поставлены задачи все выполнены, в нормативное время все уложились, замечаний нет. Прибывшие к месту условного возгорания пожарные продемонстрировали свои навыки потушения условного пожара. Все время, пока пожарные выполняли свою работу, ученики находились на безопасном расстоянии и с интересом наблюдали за работой пожарных. После того, как учебный пожар был потушен, занятия в школе были возобновлены. Очень важно сейчас для нас это эвакуация, потому что пришли первочки наши маленькие. Для них это первое пробное занятие, чтобы знали пути эвакуации. Такие мероприятия проходят у нас регулярно. Разработан план 4 эвакуации на случай возникновения пожара в год, плюс дополнительные экстренные в случае, если вдруг действительно что-то. В ночь со 2 на 3 сентября произошло возгорание в двухэтажном жилом доме в деревне Величково Гагаринского района. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России Гагаринский. Проводилась эвакуация жильцов дома. Однако двое, супружеская пара пенсионного возраста, задохнулись в дыму. В результате пожара выгорела одна из квартир, принадлежащая местной жительнице. Как установили полицейские, возгорание произошло в результате поджога, к которому причастен 38-летний житель Рославского района. Несколько дней назад он, освободившись из мест отбывания наказания, приехал в Величково к женщине, с которой познакомился по переписке. В ночь на 3 сентября между ними произошла ссора. Мужчина угрожал ей убийством и поджег квартиру. Хозяйка загоревшегося жилища смогла спастись и вызвала пожарных и полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в поджоге, прятавшийся в ближайшем к деревне лесу, был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова